Дым от пожара в доме номер 25А по улице Некрасовской видно за несколько кварталов, которые оказались перекрыты. Спасатели проливают деревянную кровлю дома, чтобы не допустить переброски огня на соседние здания. Информация об этом пожаре на пульт спасателей поступила в 9 часов 10 минут. Уже через несколько минут прибыли первые подразделения и установили, что горит лестничная клетка с первого по второй этаж и три квартиры. Возгоранию был присвоен второй ранг сложности. С огнем боролись 156 пожарных и 56 единиц техники. По прибытию пожарные первым делом приступили к эвакуации людей из здания и провели водную магистраль от Волги к месту происшествия по улице Некрасовской. Пожарные приступили к эвакуации людей, которые не могли выйти. До прибытия пожарных подразделений эвакуировалось 17 человек. Пожарными было эвакуировано 5 человек. К сожалению, один человек скончался. По информации Следственного комитета, от отравления угарным газом уже в машине скорой помощи погиб ребенок 4 лет. По этому факту возбуждено уголовное дело. На месте происшествия работают все силовые ведомства. С жителями на месте общалась и глава Самары Елена Лапушкина. Она встретилась с ними в пункте обогрева, который развернулся в администрации Самарского района. Также для жителей подготовили несколько автобусов для обогрева. Пункт временного размещения развернули в школе номер 15. Вечером состоится комиссия по чрезвычайным ситуациям, где с жильцами обсудят дальнейшую помощь. Всего в доме в 22 квартирах зарегистрированы 44 человека. В ближайшее время соберем все городские и областные службы по социальной защите, департамент управления имуществом и будем определяться с соцпомощью и с маневренным фондом, либо с дальнейшим фондом, где люди будут размещаться на постоянной основе. Как только пожар будет полностью потушен, сотрудники следственного управления приступят к осмотру места происшествия. Будут выяснены причины пожара и лица, которые могли пострадать в результате возгорания. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События.